Студенчество – это последний шаг, отделяющий ребят от взрослой жизни. Как наш земляк, выпускник университета, не побоялся и смог совместить свое хобби и полученную в УЗИ специальность, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Перед некоторыми студентами в ходе учебы встает вопрос – устраивается ли им на работу по полученной специальности или все же пробовать свои силы в другой профессиональной деятельности? Бывает, что выпускники используют свои знания, полученные за время учебы в тех сферах, которые изначально считали для себя хобби, нежели заработком. Александр Николаев, обучаясь на четвертом курсе Российского государственного гуманитарного университета, на факультете Институт восточной культуры античности, решил попытать удачи и попробовать устроиться менеджером в сборную Ирана по футболу. Было шесть сложных этапов, которые затянулись на несколько месяцев. На последнем Александра ждало неожиданное испытание. Главный тренер еще являлся португальским специалистом, соответственно, на форси он не разговаривал только на английском языке, а менеджер Иранской сборной общался на персидском. И то есть мне параллельно приходилось разговаривать на персидском, на английском языке, тоже было достаточно такое волнительное собеседование это, но все прошло хорошо, и вот уже после этого этапа я узнал, что меня берут. Мне пришло письмо на почту, я с биением сердца открыл в своей Яндекс.Почте письмо и увидел уведомление о том, что меня приняли на работу. Конечно, радости моей не было предела, потому что это стало моей такой основополагающей целью именно в тот момент. По словам Александра, период работы был незабываем. Менеджер по сопровождению команды – это связующее звено между самой командой, оргкомитетом чемпионата мира, который базировался в России, и с представителями FIFA. Нужно было решать много сложных задач по логистике, а также организационные вопросы, чтобы этот период был максимально комфортным для сборной. Случалось много забавных историй. Одну из таких Александр рассказал нам. Как-то в полночь к нему подошли менеджеры по экипировке со словами, что они потеряли ключ от помещения, где хранились вещи. Загвоздка была в том, что это был единственный ключ без дубликата. На улице шел сильный дождь, было достаточно холодно и темно. Это маленькое одноэтажное здание, и у него одно окно было только маленькое, которое выходило к забору, а между вот, соответственно, этим окном и забором было вот такое расстояние. И мы выбрали самого маленького по росту и по телосложению из менеджеров по экипировке, и мы буквально его, как Винни-Пуха, в эту пещеру, когда в мультике затаскивали, мы также толкали его. Он прямо провалился в это окно, упал. Закончилось все хорошо, и никто не пострадал. Дверь открыли, и тренировка утром состоялась. А Александр сделал четыре дубликата, чтобы в дальнейшем таких историй не повторялось. После завершения контракта со сборной Ирана наш земляк некоторое время работал по специальности, но затем опять вернулся в футбол. Александр стал детским тренером в группах от трех лет, по 10-12 человек. Тоже особое впечатление, когда ты прививаешь какие-то навыки маленьким детям, и они получают от этого удовольствие, получаешь похвалы от родителей. И то, что всем нравится, это, конечно, большое удовольствие. Когда все счастливы, соответственно, люди радуются и приятно на это смотреть. Александр начал заниматься футболом в раннем возрасте и еще со школьной скамьи показывал интерес к учебе. Благодаря здоровой конкуренции в школе, потому что Александр обучался с сильными ребятами, к старшим классам он стал достаточно осознанным выпускником. Его преподавательница Мария Мазаева подтолкнула его к поступлению именно на востоковедение. Благодаря этому Александр не только получил хорошее образование, но это помогло ему связать свою жизнь с футболом. Опыт работы с иранской сборной, а также год в роли детского тренера, позволили ему получить приглашение от клуба «Торпеда». Ему предложили должность помощника начальника команды, и Александр принял этот вызов. Перед ним и клубом сейчас стоит очень амбициозная задача – выход в российскую премьер-лигу. Сейчас «Торпеда» играет в первом дивизионе, но команда прикладывает все свои усилия для того, чтобы достичь своей цели. Клуб только недавно вернулся со сборов Евпатории, где Александр познакомился с командой и вошел в рабочий ритм. Будет много товарищеских контрольных матчей, где уже команда будет себя непосредственно проявлять на поле. Так что будем готовиться к сезону. Второй круг стартует 27 февраля игрой со СК «Хабаровск» в Москве. Поэтому болейте за «Торпеда» вместе со мной, мне будет очень приятно. И надеяться, что все задачи будут решены, и на следующий год уже будем играть в российской премьер-лиге. И останемся там надолго. У клуба впереди еще много работы, а мы будем следить за дальнейшим развитием событий в жизни Александра. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok